Коломенское – государственный художественный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник. Он расположен к югу от центра Москвы. Коломенское – вовсе не царская резиденция, как сегодня нам лгут, а календарный объект. Во-первых, цари, короли и императоры – это библейские титулы. Поскольку Библия была создана в 17 веке, то и первым царем-королем-императором стал Петр Первый, и от него пошли первые императоры, в том числе и поздние Романовы. По этой причине их род был и остается единственным в мире, единственным библейским родом императоров, которым, согласно Библии, власть делегировал якобы сам Бог. Идем смотреть камни, посмотрим нашу драгоценную русскую историю, которая древней истории любой другой страны, любого другого народа. На Руси до 1613 года никаких царей или королей не было. Власть была устроена каким-то иным образом. И главными в русской власти были боги. Идет очень сильный спор по поводу возраста деревьев, которые окружают нас. Вот сейчас мы находимся в очень старом парке Коломенское. Здесь, по идее, должны находиться старые деревья. Вот одно из наиболее толстых, так скажем, по объему деревьев. Посмотрите, какого размера оно. Оно, в общем-то, небольшое. Я недавно был в Туле. Там спилили дерево в полтора раза больше, чем это. И, как мы видим, здесь нет древних деревьев. Вот этому дереву это максимум 70 лет. Все деревья очень маленькие, очень тоненькие, очень жиденькие. И вот эта липовая аллея, если бы она была очень взрослой по своему происхождению, то, естественно, здесь бы мы видели на каждом дереве соответствующие метки возраста этих деревьев. Этих меток нет. О возрасте деревьев ничего не говорится. Это значит, что эти деревья, в общем, никакой ценности исторической, как экспонаты, не представляют. Это может быть новодел, допустим, советского времени. Все липы одного примерно калибра. Ну вот, может быть, вот эта самая толстая, самая упитанная. Давайте посмотрим на нее. Высотой не отличается, толщиной, но, в принципе, да. Где-то в районе 95-96 сантиметров. Около камля побольше. К вершине, естественно, поменьше. Ну, старое деревце, да. Но мы видим опять, что на нем нет никакой памятной доски. То есть, с ним не связано ничего. И если бы это дерево было действительно экспонатом, и действительно содержало бы какие-то данные о своей старине, на ней было бы написано, что вот такая-то липа, под ней встречался тот-то, тот-то, и заговорчески улыбались друг к другу. Коломенское было вотчиной русских богов, календарным местом. Христиане никакого отношения к этому месту не имеют, хотя и приписывают храм себе. Бог календаря, которого библейские историки называют Иваном Калитой, по-русски называется именем Каледа. Уже в 1336 году он письменно упомянул Коломенское. До христианской революции 1917 года на Руси действовал юлианский календарь, а его структура полярная. Священным Коломенское было потому, что оно указывало направление из центра земного календаря Москвы на точку Нового года. Русский бог Велес в середине 16 века построил здесь храм. Форма этого храма взята с корабля Алатырь, членом команды которого являлся Велес. Существует загадка, откуда взялась такая архитектура. Почему таких церквей только официально насчитывается две, ну и одна неофициально еще третья, которую тоже мы недавно снимали. Архитектура – это взята с корабля Алатырь, который прилетел на нашу землю не так давно, это было в начале 16 века. И он расположен, этот корабль, на том месте, где стоит первая и наиболее древняя такая церковь. Это одна из деревень к северу от Москвы. Там местные жители, кстати, удивляются, почему у них в глуши, где нет дорог и нет ничего, почему у них находится такая церковь, самой такой сложной архитектурной и уникальной постройки. К этой церкви в той деревне ведет взлетные полоса, очень древние, очень длинные для очень тяжелых кораблей. После революции 1917 года христиане присвоили храм себе. Вельса обозвали Василием, а храм обозвали Церковью Вознесения. На самом деле цель создания Коломенского состоит в том, чтобы обеспечить людям связь с нижним миром – небом. До реформы Коперника именно небо было низом, а земля – верхом. На том свете, то есть на небе, на небесах, обитали души наших предков. И Коломенский храм являлся мостом между нашим земным светом и тем небесным светом. Спускаемся к нашему драгоценному камню, к нашим драгоценным камням. Вот это как раз и есть. Вот сейчас я покажу за моей спиной. Это и есть тот самый знаменитый Коломенский овраг, который правильно называется Велесов овраг. Сегодня в наши дни христиане пытаются его назвать Голосов овраг и опять отнять и уничтожить у русского народа часть его многовековой, многотысячелетней традиции. Как я уже говорил, переделка названий – это серьезное преступление, которым все время занимаются иностранцы и иностранные религии на нашей территории. Сам небесный мост тянется от верхушки колокольни до нижней части неба, до самых туч. Этот мост чаще проявляется молнией, шире его называют радугой. Вот оно, большое дерево очередное, огромнейший тополь. В поперечнике, я так думаю, где-то метр-метр десять. Там внизу, посмотрите, какая красотень. Стеной стоит лес и ярусами спускается в Велесов овраг. Вот туда направо мужской камень. Мы потом сходим к нему. Здесь первый лагерь, первый порог. Здесь небольшой прудик. Небеса отражаются на поверхности земли так. Нижняя часть неба переходит в верхнюю часть земли, а верхняя часть неба переходит в нижнюю часть земли. На самых верхних небесах находятся чертоги дракона Велеса. Он – бог времени и расположен кольцом вокруг центра мира. У края воды находятся лозины, очень интересные деревца, пушистые в макушках, в середине и даже по стволам. Сейчас я подойду поближе. За ними здесь ухаживают. Судя по размерам этих лозин, они очень древние, потому что лозины обычно растут как кустарники и только потом поднимаются вверх, как нечто подобное деревьям. Здесь очень мощный на каждой из них мох. Они выглядят мягкими и пушистыми. Велес – это древнейший бог русского народа, и он же древнейший бог всех народов цивилизованных стран. От имени Велеса пошли названия таких терминов, как власть, величество, владычество, волость, область, воложба, валахия. И вот все эти, даже волоколамский город, и то назван его именем, все эти термины происходят от Велеса. Там, на небе, находится и его супруга, красавица Яга. Это рожеволосая богиня потустороннего мира. В сказках ее называют «Горящей девой». Христианские историки ее назвали Жанной де Арк. Богиней Егой русские люди считали зорницу, обитающую в грозовых тучах. Она полыхала там, на небе, а спуститься в наш мир не могла. И только бог Велес, являющийся змеей молнией, мог взвиваться в небо к своей возлюбленной, а затем в виде той же молнии мог спускаться вниз на землю. Велесов овраг посвящен богу Велесу. Велес всегда находился в низовьях, в оврагах, в лощинах и являлся богом календаря, времени и любых событий, связанных со временем. Он стал прообразом урабороса, который кусает свой хвост и который символизирует, что время не имеет ни конца, ни начала. Змей поедает себя с хвоста и в результате выворачивается наизнанку, но остается тем же самым змеем. Академик Рыбаков, знаменитый академик, директор института археологии, он был признанным специалистом в области археологии Верхнего Палеолита. Чтобы вы ориентировались, это примерно 50-15 тысяч лет до Новой Эры. Когда он писал, когда он изучал находки мустьерской культуры, а мустьерская культура это тоже время и ранее, но она принадлежала неандертальскому народу. Так вот, когда Рыбаков исследовал мустьерские находки, он обнаружил, что среди этих находок очень много вещей, которые свидетельствуют о том, что в эти времена в мустьерске существовал культ языческого бога Велеса. Отмечу, неправильно называть, что этот бог был славянским. Славянство и славяне такого народа и народов никогда не существовало и не существует сегодня. Славянство это группа языков, это лингвистический термин. Высшие точки куполов-храмов и служили конструкцией того моста, связывающего землю и небо, по которому Велес бегал к Еге и молнией возвращался обратно. Если принимать позицию Рыбакова, то культу Велеса примерно 50-100 тысяч лет от роду. Одна из самых древних находок Велеса была как раз на нашей территории в районе нашей Москвы. Не буду больше углубляться в археологию, скажу только, что Велес это самый древний пример почитания высших физических, подчеркну, физических, нерелигиозных сил, которые управляют нашей природой. Велес это бог времени. Понимать нужно его не так, как сегодня в церкви, когда молится богу и просит у него какие-то свои меркантильные требования. Велес как бог, он руководил временем и был его алгоритмом, он был сутью самого времени и является сейчас. Купол храма на Руси выполнял функцию конденсатора, принимающего и сохранявшего электрический заряд. А колокол в колокольне являлся своеобразной лампой, которая светила до тех пор, пока не заканчивался заряд на куполе. Поэтому именно купола храмов являлись ритуальными языческими механизмами и поэтому именно купола срубали храмом революционные христиане, устроившие на Руси православную революцию 1917 года. И вот этот овраг, почему и называется Велесов овраг, потому что он посвящен Велесу. И здесь по этой причине бытует легенда, которая рассказывает, что в туманах Велесового оврага пропадают иногда люди, иногда они перемещаются во времени в прошлое, иногда выныривают из него. Эти легенды, которые присущи именно Богу Велесу, они как раз в Велесовом овраге и присутствуют. Велес, чем он уникален, этот Бог, тем, что он единственный имеет право и имел всегда право перемещаться с одного берега реки Лето на другой берег реки Лето. А река Лето это та река, которая разделяет наши два мира. Наш мир, реальный мир, мир материальных людей. И второй мир, это виртуальный мир, мир виртуальных событий, мир алгоритмов. Это не потусторонний мир, как раньше думали, что мир мертвых людей. Нет, это мир душ, выполненных в виде алгоритма. Каждая душа представляет собой алгоритм, математический алгоритм, который является руководством, по которому выполняется соответствующий человек. И плюс у каждого алгоритма возможно несколько так называемых изотопов. Прерываем трансляцию. Вот это дуб уже хороший. Нет, это не дуб, это ясень. Это ясень, да. Вот это старое дерево. Да, вот это старое. Надо, кстати, подумать, посмотреть, где бы можно найти его датировку. Конечно, это не тысячи лет. Ну вот даже скворцы дохлые валяются в его подножни. Рассказываю про Велеса. Продолжаю на фоне вот этого большого дерева. Велес единственный бог, который мог и может проникать на ту сторону света. Виртуальный мир, из которого мы вышли в 1953 году, были буквально распечатаны. Велес он в русских сказках называется именем иногда Емеля. То есть, например, в сказке прощучивую велению Велес обозначается именем Емеля. И именно он владеет прощучивую велению, то есть, этой магией, с помощью которой он может изменять мир любым образом, который ему только заблагорассудится. Именно Велес является тем персонажем, с которого списаны Библии. В своих ранних работах я говорил, что шестиконечная звезда, она принадлежит, конечно же, никакому не Давиду, она принадлежит именно Богу Велесу, и она зафиксирована, эта звезда, еще в тех археологических культурах, которые были на несколько тысяч лет раньше тех народов, в кавычках, которые породили иудаизм. Иудаизм, напомню, был сформирован в конце 19 века. И, собственно, как иудейский символ, шестиконечная звезда начала использоваться тоже с 19 века. Впервые она появилась на могиле по-моему, Ротшильда, если я правильно помню, или Рокфеллера. Очень скользко. Поехал! Аккуратно, увидишь? Коломенское. Это печать небо на земле. Самые высокие места неба отпечатаны здесь глубоким оврагом, который до сих пор называют именем великого бога Велеса. Велесов овраг это земная вотчина Велеса и Еги. Здесь течет речка Смородина. Здесь через нее перекинуты красные мосты. И здесь в самой глубине тихого леса многие века покоятся два заветных камня. Чтобы не карабкаться по тому месту, где я чуть не навернулся, можно было бы использовать вот этот мост. Это было бы правильнее. Вот мост. И вся семантика этого моста опять же говорит о том, что бог Велес имеет право единственный переходить по этому мосту туда и обратно в наш мир. Туда идет наш мир. Сюда по мосту идет дорога в мир алгоритмов, в мир потусторонний. Это река Лето. Ну, конечно, ее как бы такая небольшое отражение в нашей реальности. Но сейчас после дождя во время небольшого дождичка она, конечно, пахнет существует и мы понимаем какой-то виртуальный мир, то он в том же компьютере, где существует куча персонажей из разных игрушек. Ни один из них не живой. Он не может пройти к нам в наш реальный мир. и мы не можем пока перейти к нему в мир виртуальности. Но и тот мир стучится к нам, и мы стучимся в тот мир, изготавливая игрушки, компьютерные игрушки, изготавливая компьютерные программы и изготавливая симуляторы. «Стучи» 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 Субтитры добавил DimaTorzok Первым путников встречает Бабий Камень, то есть Камень Бабы-Яги. Поскольку Баба-Яги – это роженица, и она дает новому, только что родившемуся человеку, душу, то Бабий Камень и наполнен ее целительной божественной силой. Если женщина имеет трудности с зачатием ребенка, то, посидев на этом камне и обратившись с просьбой к великой богине, она может получить долгожданного ребенка. Почему камень называется Бабий? Этот камень называется именем Бабы-Яги. Она на нашей русской земле является богиней-роженицей. Она выдает души с того света и делает так, чтобы души на этом свете нашли свое тело. Баба-Яга в настоящее время находится на том свете. Богиня, девушка лет 25 на лет, с рыжими волосами. Она является ключницей того света и находится за Калиновым мостом, по которому мы сюда пришли, на той стороне света. Мужем ее является тот самый Велес, чьим именем назван этот овраг и чей камень находится дальше, там в глубине. Мы сейчас его посетим. Этот камень действительно помогает при родах. И уже давно установлено, что если на этом камне посидеть девушке, которая не может по тем или иным причинам рожать, то вероятность родов возрастает во много раз. Сидеть на этом камне, конечно же, можно, он для этого и предназначен. Он растет, это видно, что он растет как травант. Именно поэтому этот камень не считается родовым камнем, который способен даже камень превратить в рождающее существо. То есть вот та его пузырчатая структура, которая есть, она показывает, что даже камень может родить себе подобное. А уж девушка тем более. Именно по этой причине этот камень обладает такими магическими свойствами. Но нельзя откалывать от него кусочки и тащить себе домой. Этот христианский обряд вандализма над камнями нужно забыть раз и навсегда. Потому что камень, это живое существо, это вместилище Бога в буквальном смысле. Это не значит, что Баба Яга именно в этом камне находится. Но, находясь в большом количестве измерений, она находится и в этом камне, поэтому он работает от ее имени. И если, не дай Бог, кто-то взял кусочек этого камня, то дома возникнут проблемы у человека. Это известно было во все времена. Она прилетела и послушала тебя. Да, можете как угодно относиться к знакам и символам. В главном мифе, о котором я все время рассказываю, существует три персонажа главных. Первый – это мать, которой переплывает реку Стикс, вот река перед нами. Второй – это сын, это тот самый вереск, именем которого Аврак назван. И третий персонаж – голубь. Голубь – это тот, который открывает эту новую землю и показывает тому мессии, который только что перешел, что вот здесь есть новая земля. И когда голубь прилетает… А он сейчас прилетел. Он первым показывает, что есть земля, та самая земля, которую мы и искали. Вспомним, ноя библейского, он выпустил голубя, и голубь прилетел к нему с веточкой, весточкой, что существует земля. Так же поступил Колумб, так же поступили мы. Видимо, этот голубь, он стал посланником, чтобы показать нашим зрителям, что то, о чем я сейчас говорю, это действительно так и есть на самом деле. И не надо слушать никаких экскурсоводов, которые называют этот священнейший в мире овраг, голосовым оврагом, и начинают придумывать здесь какие-то средневековые легенды. Это совсем другое место. Это сакральное место настолько важное. Дальше, в самой глубине Вересова оврага, покоится Вересов камень. Он метка закона, управляющего мужской стороной общества. Подойди к камню, подумай, обратись за помощью, и она придет. На камнях сидеть нельзя, потому что камень – это лицо живого существа. Составляйте свои задницы, вы садитесь на лицо, и каково будет этому камню. Исключение составляет только камень, который называется бабьим камнем. Потому что он предназначен буквально для того, чтобы молодые девушки, не рожавшие или не могущие родить, они обращались к своей богине-матери-роженице, и та им давала возможность родить. Почему этот камень называется гусь-камень? Год – камень, бог – камень, потому что это камень бога, камень бога Вереса. А Верес – это единственный бог на Земле, который отвечает за наше существование. Это название гусь-камень дано камню не просто так, а теми людьми, которые точно знают мифологию Древней Руси. Напомню, в самом древнем времени, когда еще на Земле ничего не было, текла молочная река, млечная река, млечный путь. Вот она представлена, вот эта река, которую мы видим. Эта река всегда называлась либо млечный путь, либо в некоторых мифологиях Стикс, Лето, Рубикон и тому подобное. Через эту реку мог проходить Верес туда и обратно, на тот свет и на наш свет. Так вот, в самой древней концепции на эту реку первой приплыла уточка, серая уточка. Она была богиней этого мира, и она начала из этой реки делать нашу Землю. И у нее был муж, гусь, селезень. Вот сказку помните про гуси-лебеди? Вот эти гуси-лебеди, это как раз тот самый Верес, который может летать туда, в царство Кощеева, или к Еге, и обратно возвращаться в наш мир. Сказки все описывают реальность, все описывают быль. С 1531 года по 1953 год В нашей истории было много совмещений реального, материального и виртуального, который существовал одновременно. Поэтому те сказки, которые были в древности, они описывали настоящую реальность, та, которая и была. Андрей Александрович, вот мы видим сейчас надписи на этом камне какие-то. В русской традиции за любое шрамирование Бога идет, конечно, наказание от Него. Поэтому те, кто желает оставить свои незабвенные письмена на его лице, пусть готовятся к тому, что эти письмена будут последними в их жизни. Потому что наказание происходит неотвратимо, быстро и очень четко. И даже никто не сможет оказать никакую помощь, потому что это наказание Бога. Ни от какого священного камня нельзя откалывать никакие кусочки, нельзя причинять ему никакой материальный ущерб. К камню можно только посмотреть на него, поговорить, подумать. Субтитры сделал DimaTorzok Что значит неправильные переводы? Громс, ярд, переводится как усадьба конюха. Не конюха, а пастыря. Это пастырь, это гром, это громоверство. Громоверство в Библии является Богом. И это усадьба громоверство буквально, потому что Калубинское, буквально, верхняя часть Калубинского, это место громоверства Перуна, а нижняя часть, это Велесов-Аврах. Вот мы сейчас находимся в верхней части этой усадьбы, и это буквально усадьба громоверства, а не конюха. Просто конюхом его обозвали в сочетании пастыря, то есть пастуха. А пастухи иногда вроде как на лошадях бывают. Вот, да. Либо на ослах. На ослах, да. Въезжают в города. Один уехал в осле, да, типа. Осле, а его не сделали священным животным. Почему? Там есть в северных народах, в Швеции, в Финляндии, священным животным является козел, например. Тоже самая символика осла. Там тоже въезжал в город. Подождите, на Руси осел это тупое, упрямое животное. Ну, вы понимаете, на Ближнем Востоке осел и въезд на осле обозначает буквально революцию. Это восстание низших каст против высшего порядка, который уже стоит. Который на лошадях ездит? Да. Поэтому когда... Или на верблюдах? На лошадях тогда. Может на верблюдах, кстати, здесь все равно. Но главное, что на нормальном каком-то животном. А на осле... Давай вспомним, например, Санчо Панчо и Дон Кихода. И Дон Киход был голубых кровей. Он ездил на лошади. А Санчо Панчо с ним ездил на осле. А какой наряд был у Санчо Панчо? С комарошей. Нет, не с комарошей. А... Бродобре. Не Бродобре. Монаха. А-а-а. Конечно. Поэтому христианство это религия революции, которая восстала внутри иудаизма. Поэтому иудеи так бесятся против христианства, потому что это извращение иудаизма. Кстати, цель создания христианства, на самом деле, была очень понятной. Христианство создали не для иудеев, а для тех людей, которыми иудеи правят. То есть иудеи для себя создали иудаизм, белую религию свою, а для всех остальных покоренных рабов, рабов божьих, они создали христианство. Поэтому, когда человек вступает в христианство, он автоматически становится рабом евреев. И потом, после этого, кричать на каждом углу, что евреи такие плохие, что они распяли Христа, и что они каким-то образом еще плохо отметились, это безумство. Раз уж вступили в христианство, то поклоняйтесь евреям. Христос, царь-то иудейский. Не, но ведь сама еврейская каста, раса тоже ведь не так давно сформировалась. Государство Израиль 75 лет всего лишь. Сионизм возник в конце 19 века. Сионизм возник на почве иудаизма, который возник за несколько лет до сионизма. Иудаизм – это религия 19 века, а христианство возникло чуть-чуть попозже иудаизма. Поэтому и Библия впервые была напечатана тоже в конце 19 века. Кто строил этот парк, воссоздавал Вельсов-Авраг, те, безусловно, знают традицию. И они, конечно, надо отдать должное с достаточно большой любовью, подошли к восстановлению этого оврага. В общем, здесь все сделано так, как надо. Поэтому я нашей молодежи, нашим людям, которые интересуются русской традицией, руководству музея-заповедника, руководству страны, предлагают посетить этот Вельсов-Авраг по одной простой причине. Даже само нахождение здесь, вы сами почувствуете, как вы находитесь в одном месте с Богом и вне времени. С Богом с реальным, не с церковным Богом, а с реальным. И если наши руководители страны хотят себе получить какую-то милость от Бога, как всегда, вот обращаясь, например, в церкви, на различных празднованиях, то вот это самое место для таких вещей, потому что это место существует тысячу лет и более. И здесь сама природа уже сформировала тот самый портал, который ищут люди сильные, мир всего. А те церкви, которые построены где-то, на каких-то местах, это строили люди, как правило, гастарбайтеры приглашенные, из какой-то Англии, из какой-то Италии. Это традиция, это самое место, где обитают наши древние предки. Почему Коломенская называется Коломенским? По имени Бога Коли. А Бог Коли на Руси, это тот самый Коляда, ну только Коляда это увеличительное название, а просто народное, это Коля, который обозначает буквально календарь. Вот здесь как раз место календарных событий, место того виртуального мира, который проявлялся в средние века, и участниками этих проявлений был Перун и Велес. Перун, напомню, это тот, кто с копьем находится на гербе Москвы, а Велес это тот, который находится в образе змеи. Вот это как раз символика именно Коломенского, в той местности. Ну да, но он же его не проткнул, а там прокалывает язык ему. Нет, он ему не прокалывает язык. На древних иконах Велеса дракона вела на поводке царевна, и он был ее личным охранителем. Это был ее, ну так скажем, муж. Царевну эту звали Яга, про которую я сейчас говорил, Баба Яга. Баба Яга его как раз держала на поводке в средневековых сказках других народов. Этот поводок называется Нить Ориан, например. Она ему показывала проход на тот свет, потому что Баба Яга была на том свете, а Велес, он ходил сюда и туда. И вот когда он ходил сюда, он провязывал себя веревочкой, чтобы найти путь назад и наоборот. Велес – бог времени. В Велесовом овраге древность по вечерам проявляется, чтобы посмотреть, как живем мы сегодня и как мы чтим наших великих божественных языческих предков. Смогли ли мы уберечь Русь-матушку от религиозной заразы?